Хинди один из пяти крупнейших по численности языков мира, по численности говорящих на них. Но сложно по поводу значимости. Дело в том, что почти все образованные носители хинди знают также и английский. То есть он, получается, нужен только для коммуникации внутри самой Индии. Потому что для международной коммуникации носители легко на английский перейдут, если вам нужно будет с ними коммуницировать. Но в то же время это значимо. Индия, безусловно, страна, даже если это как национальный язык воспринимается, крупная страна. Это ее основной национальный язык. У них довольно размыто, как я уже говорил на материале средней Индии, границы между официальным языком, диалектами, языками и так далее. Как я уже говорил, при характеристике вообще новоиндиарийских языков. С этим понятие хинди тоже достаточно размыто. То есть есть диалект к Хариболи, на котором как раз литературная норма. Есть куча диалектов, близких к нему. Они образуют пояс хинди. То есть он там тянется где-то с запада на восток. И самая восточная часть, она плохо понимает то, что там на самой западной говорят. Но в целом все это, в общем-то, хинди. И в эту же общность входит и урду. То есть хинди и урду это, в общем-то, один язык с разными нормами лексическими. И дело в том, что помимо хинди и урду, вот этих двух вариантов кодифицированных, там еще десятки вариантов, которые воспринимаются как диалекты хиндии. Граница слабая. Часть этих диалектов, они имеют литературные формы. То есть на них имеется какая-то традиция. И часть их носителей борются за признание отдельными языками и даже этого добиваются. То есть там позднее, когда я буду другие индийские языки характеризовать, а кое-какие эмансипированные диалекты хинди тоже буду характеризовать. Ну, основная территория известна, распространение хиндии. Это центр, собственно, Индии. Раджастхан, Химчал Прадеш, Матхья Прадеш, Шутар Прадеш, Дели, собственно, Харияна и так далее. То есть это центр и север Индии. Как-то ранее была, когда вообще все эти языки характеризовали. Носителей сложно оценить из-за разницы между хинди в узком смысле. То есть норма на Хариболе и хинди в широком смысле. То есть все, кто говорят на чем-то, на чем-то это похожим. По переписи 2001 года 422 миллиона говорили на хинди в широком смысле этого слова. Считали в родным. То есть 700 миллионов понимали и были способны говорить что-то на хинди в Индии. С тех пор выросло население. Сейчас, скорее всего, миллионов, так на 100 этого всего больше. Есть огромная хиндоязычная диаспора, которую трудно оценить, в какой степени они язык сохранили, но они его любят и поддерживают. То есть невозможно, на самом деле, оценить, какое количество людей на земном шаре хинди понимает, но много их, под миллиарды где-то, в связи с тем, что у Индии вообще много людей. Диалекты западных хиндий и восточных хиндий, основные группы. Ну и довольно вот скоро после характеристики хиндий я начну характеризовать близкие к нему языки, и там будет подробнее про различия между вот этими группами. Некоторые диалекты, допустим, брадж, имели большую роль. Допустим, поэзию в основном писали на диалекте брадж. А к хари-боли, который сейчас в норме, писали на нем прозу длительное время. Но сейчас, конечно, все унифицировали по диалекту хари-боли, по диалекту прозы. Нет четких границ и сильной проблемы с английском. То есть на самом деле в городах говорят на суржике из какого-то остатков местного языка, хиндии и английского. Это основной язык городов Индии. Разные оценки. 49. Официальную цифру называют 49 диалектов, которые все считаются вариантами хинди, но из них идет эмансипация. Из них постепенно один там два выдергивают и объявляют отдельным языком. Три четверти носителей хинди двуязычны. Как правило, они владеют еще и английским. Или какой-то местным диалектом. Широко распространены пиджины, то есть суржики, примитизированные формы. Из них известен мумбайский хинди, который является смесью хинди и махараштри упрощенной. И самое главное хинглиш. Хинглиш это смесь английского и хинди, она предполагает в городах. Судя по опыту Европы и Латинской Америки, суржики это такая вещь, которая хорошо, быстро образуется и трудно уничтожается. То есть, скорее всего, перспективы для хинглиша, как для основного языка городов Индии, прекрасны, судя по Европе. То есть, когда два языка встречаются, как правило, население начинает говорить на суржике. И интеллигенция со стороны обоих языков начинает возмущаться, почему они так беспорядочно перемешивают. Ну вот, видимо, вот так проще людям. Тут моя позиция разрывается между практикой и теорией. То есть, практическая жизнь языков показывает, что суржик это очень устойчивая, на самом деле, форма, которая хорошо сопротивляется государственному воздействию на нее. Значит, она удобна людям, значит, так хорошо людям. То есть, когда они хотят, они употребляют слово из одного языка, а когда хотят из другого, потому что они знают два языка. Но, с другой стороны, конечно, это беспорядочная смесь, которая даже, в общем-то, не является языком. Она плохо влияет обычно на тот язык, который меньше. В данном случае это хинди, кстати, потому что английский больше употребляется. Она плоха для сохранения национального языка, то есть, недостатки этого есть. И проблему эту по-разному решают. Я в этих лекциях почти постоянно, когда я говорю о маленьких языках и даже о больших иногда, с этой проблемой суржиков постоянно. Касаясь официальный язык Республики Индии, официальный язык всех штатов, которые в эту хинди-зону входят, официально сдают постоянно все госслужащие экзамены на этот язык. В то же время вторым языком является английский, и хинди хронически уступают английскому. Когда Индия получила независимость, националисты ставили еще в 1950 году цель в течение 15 лет перевести все на хинди. Сделать хинди единственным официальным языком, так и не перевели. Более того, по мере глобализации роль английского возрастает. До сих пор законы и конституцию официально сдают на английском, только переводят на хинди. Им удалось хинди сделать основным языком, то есть таким языком, который вся страна знает. От этого они добились, навязывая это через государство. То, что в целом-то народ не хотел, народ хотел учить английский. Ну, имеется в виду масса населения, было проще так. Но они добились, что там хинди, сейчас все знают. Но они не победили тем самым английский. Безусловно, всем понятно, что владение международным языком имеет огромные социально-экономические преимущества. Страна, в которой все владеют английским, все образованные слои, имеет огромные преимущества. Я надеюсь, что когда-нибудь так будет и в России. Одно из важнейших преимуществ индийцев на рынке – их свободное владение английским языком на международном рынке. На всех его формах, хоть фрилансеры в интернете, хоть торговцы, хоть специалисты, которые переезжают на запад. Поэтому средний класс Индии, даже самые низшие слои, все хоть кто, хоть сколько-нибудь там имеет денег и образования, все обучают своих детей на английском, в английских школах и так далее. В связи с этим в стране массовое двуязычие и вот этот самый хиндиш, как основной из-за городов. В поддержке хинди заинтересованы прежде всего государства. Бизнес-круги заинтересованы в продвижении английского. Хотя они родину любят их хинди, они тоже могут в свободное от работы время говорить о том, что хинди надо сохранить, это все хорошо и денег дать на это. Но в бизнесе они будут употреблять английский, потому что так лучше. Их будет больше людей понимать. В диаспоре хинди они пытаются сохранить, они хорошо ассимилируются, индусы, но любят тоже, конечно, свою страну, свой народ. Имеется много организаций, которые распространяют хинди в диаспоре, и имеются писатели, которые прям живут где-нибудь в США, но пишут на хинди индийские. Но в основном это, естественно, все с идеологией индийского национализма связано. Имеется международная организация по продвижению, сохранению хинди, но в основном среди, естественно, индусов. Ну, как правило, индийская даже делегация в ООН, она будет на английском все равно беседовать. Международные практики, они, как правило, договора все заключают на английском, переводят потом на хинди, могут на двух языках параллельно заключать договора. То есть даже вот в международной политике Индии английский огромную роль играет. Даже официальные лица, которые, тем не менее, все из всех сил продвигают этот хинди и пытаются его сделать официальным единственным языком. История. Значит, 12-13 век, формирование хинди связано с сильным влиянием арабского и персидского языка, то есть это уже после арабского завоевания. Далительно считался единым языком хинди и урду и назывался хиндустани. Хотя на нем уже с 19 века были две разные литературные традиции, мусульман и индуистов. Ну, в общем, грубо говоря, хинди это форма хиндустани, которая у индуистов, и урду это форма хиндустани, которая у мусульман. Так как Махатма Ганди выступал за объединение мусульман и индуистов, он также продвигал идею о едином языках хиндустани. Эти языки грамматически почти не отличаются, они в основном отличаются лексически, причем лексика обусловлена религией, естественно. То есть в хинде много санскритской лексики, и в урду много арабской и персидской лексики. Но это не жестко, так как в хинде также много и арабской и персидской лексики. И в хинде в связи со всеми этими проблемами много диалектов, сильные влияния. В хинде проблемы с лексической нормой. Там иногда для некоторых слов существует по три нормы. Арабо-персидская, санскритская, современная, еще и английская. По четыре нормы, возможно, потенциально. Для некоторых слов, возможно, четыре нормы. То есть четвертое это прокрит уже, собственно, то есть хинде. В связи с этим, допустим, отличается по стилистике. У меня определенный практический опыт имеется именно в хинде, поэтому в какой-то степени я текст отчитал. То есть тексты определенной стилистики имеют уклон в определенную лексику. Причем, кстати, вот, допустим, кино, оно имеет уклон в Урду, потому что арабские заимствования понятны в основной части населения, которые даже, может быть, хинди не знают. И они довольно много употребляют арабизмом, хотя считается, что индийское кино, оно, естественно, на хинде. Диалект Кхари Болли только в 19 веке. Стал основным в связи с тем, что много диалектов еще у них размыто. А когда начали писать на хинде? Потому что писали на разных диалектах этого же самого хинде. В 19 веке начали писать более-менее постоянно прозу, хотя бы на Кхари Болли. Тогда же складывался Урду, о чем я отдельно еще в лекциях об Урду поговорю. В 1947 году, когда окончательно Индия и Пакистан делились, вот эта вся теперешняя сформировалась. То есть это сравнительно недавно. Теперешнее представление о том, что есть два языка, хинди и Урду, и у них отдельные нормы. Причем нормы хинди на основе диалекта Кхари Болли. Эти представления стали жесткими и окончательными только в 1947 году, после разделения Индии и Пакистана. В связи с тем, что это недавно, продолжаются до сих пор дискуссии. То ли там это один язык, то ли там 50 языков и так далее. Естественно, на хинди преподают в школах, но предпочитают в платных школах английский, но преподают также в платной школе хинди, потому что по нему экзамен сдавать. В высшем образовании на хинди преподается в основном гуманитарной и социальной науки. Практически все точные, естественные, технические науки, экономика, то есть все, что имеет международное приложение, в хинди преподается на английском, и можно посмотреть на ютубе огромное количество всяких учебных материалов, вузов хинди на английском, вплоть до того, что санскрит преподают они на английском, а не на хинди. Язык исследуется, естественно, раз это государственный язык и один из крупнейших языков мира, много филологических факультетов, которые исследуют хинди, но до сих пор существенные проблемы с нормой этого языка. Письменность на основе Диванагари, пожалуй, не буду уже во многих тут клипах про это Диванагари было, из чего оно состоит и как оно выглядит, и я не буду еще раз про него рассказывать, тем более довольно просто. Но можно что зафиксировать, что это простая фонетическая письменность, гораздо проще арабского, на которую на урду пишут, которую несложно выучить, и, видимо, это помогает распространению языка. То есть письменность тут никак не мешает язык распространить, письменность простая, проще, чем английская, потому что она, как правило, фонетическая, небольшое количество отклонений есть там от фонетики, но они объясняются позиционными чередованиями, легко осваиваются, довольно быстро. Главное, буквы вот эти запомнили, и дальше там вообще все легко. Считается, что основой является прокрит шаурасене, только его во бранше, то есть упрощенная форма прокрита шаурасене народная. Но это тоже как бы так не доказано, потому что сильное влияние, на самом деле, на хинди во многом писали суфи, много писали мусульмане, и сильное влияние оказал как бы арабский, помимо этого шаурасене. Про персидский. Наверное, тут, да, наверное, сейчас про персидский скажу. Дело в том, что когда там были мусульманские династии, то у них официальный язык был даже не арабский, а персидский. В результате литература в Индии значительно создавалась на персидском языке. И традиция вот эта, то есть литературные традиции хиндии, а это и лексические, и стилистические, и синтаксические, то есть это прямое отношение к языку имеет. Они формируются на стыке традиционной санскритской литературы, которая тоже сильно влияет, особенно националистами, потому что они также индуисты, они осваивают тоже санскрит, он знает образованный санскрит. И персидская литература, которая была в средние века. Из персидской литературы идут и заимствования персидские, обороты персидские, которых много в языке, и стилистика персидская, то есть это важный тоже источник. Да как бы прокрит тут тоже как бы какую-то роль играет, но вот он тонет, то есть вот традиция влияет санскритская, древняя, мощная, подкрепленная авторитетом культуры. Прокритская, на которой, вообще говоря, основан язык, их грамматика, по крайней мере, и вот эта персидская литература, которая к тому же еще и арабская, потому что она мусульманская. На все на это, после английского завоевания, мощно накладывается английский язык, и все это приводит к тому, что вот нормы во многом, во многих отношениях нормы разболтаны, лексически, грамматически, потому что четыре самых разных языка перемешаны, с какой-то точки зрения это лучше, такой получился некий эсперанто. Грамматика простая, в принципе язык годится для быстрого освоения разными совершенно народами, какие-то из этих народов знают лучше английский, какие-то лучше знают арабский, это им поможет, какие-то больше санскрита и так далее. То есть, как некое такое эсперанто, он тоже выглядит, но это эсперанто плохо нормированное. Колеблется норма, и с этим тоже все проблемы связаны. Гласные. Гласные в целом выглядят как гласные санскрита, то есть есть четкое противопоставление долгих и кратких, к которому добавлены еще носовые. Носовые многими не трактуются как фонемы, то есть считают, что это сочетание гласного и последующего сонорного. То есть, что это на самом деле, в фономатическом смысле, что это ин, допустим, просто оно читается как и в нос. Различаются краткие и долгие по звучанию. Допустим, краткая а, она немножко ближе к и. Вот, но в целом это не мешает. Это такая ситуация, возможно, она и в санскрите в самом была частично. Дело в том, что Панини, но Панини тоже описывает, что немножко по-разному звучат краткие и долгие. Но и то, Панини, это одна из попыток нормировать санскрит, как там реальный санскрит звучал. Не совсем понятно, может быть, и как хинди почти звучал. Смотря кто еще на нем сговаривал. Дифтонгов на самом деле нет, потому что в прокритых они, дифтонги, стянулись, но поскольку много заимствований, то заимствования в дифтонгах. То есть, собственно, в словах самого хинди нет дифтонгов. Но когда они, допустим, санскритский какой-то термин вставляют, могут они дифтонг сказать. Когда арабский, персидский вставляют, могут дифтонг, который фактически уже идет из арабского. Согласные, согласные, сохранилась в целом структура санскрита. То есть, сохранилось противопоставление придыхательных и непридыхательных, очень древнее, которое было еще и в индоевропейском. Оно в полной мере имеется в хинди. Сохранились ретрофлексные, как отдельная такая группа согласных. Сохранились развитые африкаты. Все это при изнаке индийских языков. Они тут прекрасно все имеются. Утрачены не слоговая рлэ у них. Кое-какие штуки из санскрита утрачены, но не сильно. В целом сохранилась тоже. Система согласных санскрита. Но само слово достаточно упростилось обычно по сравнению с санскритом. Сократилось. Короче, стало. Зафа, фонемы, которых в санскрите не было, которые есть в персидском и в арабском, они теперь тоже имеются в хинде. Фа также имеется в англицизмах, они их произносят. В Орду имеются овулярные арабские, которых в хинде нет. Они их заменяют соответствующими заднеязычными. Пожалуй, все споры ведутся вокруг ударений в хинде. На слух оно там есть. Когда они начинают изучать просодику, они не могут определить четкие признаки этого самого. То есть, ну, в общем, считать, что есть силовое ударение, но слабое. Так иногда из этого выходит. Также некоторые исследователи считают, что нет ударения в хинде и санскрите его тем более не было. Разные правила формулируют по поводу, а ударение ставится. Правила сложные. Лучше сказать, что надо запоминать, что ударение, в принципе, на любое. Но любой слог может быть в хинде. И нет четкого правила такого простого. Сочетаемость фонем. Во-первых, на конце слово долгое. Обычно. Редко может быть короткое. Обычно последнее согласное в слове долгое. Есть развитые явления у них выпадения А либо преобразования его в Е. Они несложные. А переходит в Е перед Х обычно. И часто выпадает. Выпадает он по определенному правилу. Поэтому это обычно легко запоминается. На письме не отражается позиционное изменение А. Письмо фонематическое. То есть это все выпадение А не отражается. Переход в Е тоже не отражается. Но это простые позиционные изменения, которые на первых же уроках инди легко запомнить. Нет правил санги с санскритом. То есть допустим изъяния, допустим, аэ, которые в санскрите все стягивались. Или переходили в дифтонги, которых тоже подлинных нет. Пожалуй, это все по фонетике. Получается много, потому что язык большой. Я пытаюсь много говорить. Поэтому по грамматике будет отдельная лекция. И, видимо, через неделю. Продолжение следует...